У последнего пастора Кирхи, Тойвакан Сайнена, была дочь, которая не пожелала покидать родной дом во время эвакуации. Девушка добровольно приковала себя цепью в колокольне Кирхи. Она стреляла из снайперской винтовки по наступавшим балтийцам до последнего патрона. На самом деле это легенда. Что было в реальности, уже не узнать. Кирху Святой Марии Магдалины вообще окружает множество легенд. Часть из них утеряна со временем, часть можно найти в интернете. Например, вот еще про таинственное исчезнувший орган. Но начнем с достоверных исторических фактов. Факт первый. В 1905 году, тогда еще не Приморск, а поселение Ковиста, посетил царь Николай II с многочисленной свитой. Император подарил приходу Ковиста 22 500 марок. На эти деньги был изготовлен орган на 31 регистр в Финляндии на фабрике в Канг-Сала. Факт второй. Весной 1944 года, с наступлением советских войск, финны покинули город. Что же до части мифа-легенды? Финны не успели вывезти орган и спрятали его в окрестных лесах. И из-за изменившейся местности его теперь не могут найти. В начале 90-х его безуспешно искал приехавший в Россию бывший пастор. Как понимаете, что случилось с органом, можно только догадываться. Но мы рванули из Петербурга на 150 с лишним километров по Приморскому шоссе не из-за легенд. Наш совершенно очаровала сделанная с дрона осенью фотография Кирхи. Кирха выглядит как что-то совершенно сказочное, какой-то домик из старых, не наших, чужих сказок. Из книжки с иллюстрациями. Она почти грущенная, хотя казалось бы. Оказывается, здание выполнено в стиле финского национального романтизма, северной разновидности модерна. Наружные стены сложены из местных пород красноватого гранита, внутренние из кирпича. Кровля – гальванически обработанная жесть. Здание выполнено в форме креста. Его длина 37 метров, ширина 28. Высота шпиля 60 метров. Проектировать здание начали еще в 1900 году, а постройку закончили в 1904. Кроме великолепного, но, к сожалению, пропавшего органа, богатство Кирхи составляли. Церковный символ Койвестовцев – скульптура судна 1785 года, которая переехала из прошлой маленькой деревянной кирхи. Затем Швеция передала в дар прихода золотые литургические сосуды, выполненные в 1777 году в Стокгольме при корабле Куставе III. В 1928 году витражист Леннард Сигерстолли в окне западного фасада выполнил великолепный витраж на библейскую тему «Христос и четыре ангела». Это был самый большой по площади 46 квадратных метров витраж в Финляндии. Поскольку Кирхов Койвеста была воздвигнута в честь Марии Магдалины, на алтарном окне был изображен момент явления Христа Марии Магдалины. На южном окне церкви тоже был выполнен витраж, но уже другим витражистом – это был витраж Петр и Павел. Работу выполняли художники из фирмы Соломон Виори из Хельсинки. Во внутреннее убранство кирхи, кроме всего прочего, входили дубовые резные скамейки речной работы и 10 хрустальных люстр, из которых сохранилось только 5, и все они сейчас находятся в Финляндии. Как несложно догадаться, от блого великолепия почти ничего не осталось. Несмотря на то, что в кирхе на настоящий момент расположен действующий Краевический музей, в целом, если присмотреться поближе, а не издалека, с открыточного расстояния, она уже выглядит не очень ухоженной. Есть даже битые оконные стекла. Но не будем о грустном, что сожалеть о прошлом. На самом деле, съездить туда, к кирхе, в Приморск, имеет смысл еще, потому что безумно прекрасная дорога и очень красиво вокруг самой кирхи. Место потрясающе красивое, впрочем, вы и так видите. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо и до встречи!